Но, да, это мови-шоу! Здесь все такие пафосные... Не, я бы сказал, что здесь все, в принципе, дружелюбные. В частности, там, на одиннадцатом этаже сидят продюсеры фильма «Темный рыцарь». Конечно! Калифорния! Это неделя российского кино в Лос-Анджелесе. Лицом российского кино в Лос-Анджелесе стал актер Данила Козловский. Именно его гордый лик украшает постеры этого мероприятия. Я уверен в том, что Данила бы и без меня, так сказать, стал тем, кто он есть. Потому что он потрясающий артист и очень талантливый человек. Я всего добился сам. Я не виноват, что я не инвалид и не урод. Так просто сошлось, что, как бы, картина выстрелила. И его карьера началась, как бы, ну, как некоторые считают, с этого фильма. Ну, мне, конечно, это приятно слышать, но, так сказать, не более того. За него я рад. И я думаю, что это еще не предел. Я думаю, что он далеко пойдет. Несмотря на все его усилия, жизнь кажется ему однообразной и скучной насчет все новых и новых развлечений. Его карьера началась в театре Додина, если уж там на то пошло. Вот, он прекрасный театральный артист, знаменитый и неувеликолепный спектакль. Так что это все просто какая-то цепь событий. Так называемая причинно-следственная связь. Это неделя российского кино в Лос-Анджелесе. Люб Бессон отложил свои планы экранизировать игру «Правду». Два раза был показан фильм «Дух лес», который вызвал очень живую дискуссию после его просмотра. И режиссер с удовольствием, на прекрасном, между прочим, английском, ответил на вопросы всех присутствующих. Это свои слова. Читал о вас в журналах, вы такой известный стали. Ну, для меня, в первую очередь, является приятным тот факт, что я приехал в Лос-Анджелес, где у меня куча друзей и... Жизнь удалась. Я в этот город, и мне просто приятно сюда приехать. Это всего лишь бабки, бумажки. С точки зрения коммерческой, перспектив встретить здесь Вайнштайна у меня здесь нет. Все может быть когда-нибудь. Раз, два, три. Раз, два, три. Очень красивая картина, очень умная, очень... Душа там есть, а правда там есть. И мне кажется, что это очень хороший сценарий, очень хороший режиссер, постановщик, очень хорошие актеры. Все хорошие. Я видела немного хороших русских картин после последних 5-6 лет. Но это очень... Это мне нравится, может быть, больше, чем другие. Я надеюсь, что эта картина будет иметь хорошую жизнь. Российское кино пришло в Голливуд. Это абсолютно серьезное, и можно снять перед ним шляпу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы понимаете, да, почему Катя Кабак самая сексуальная женщина в России? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Ну, собственно, что ли? Да, неплохо. Там такая была дискуссия после этого, просто пи***. Ян Кунен. Ну, значит, все правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА